Всем привет дорогие друзья! Хочу вам показать маленькую коллекцию почтовых марок Украины, посвященных русскому военному кораблю. Я просто офигел, сколько получилось у меня собрать видов данных марок. Итак, все вы знаете, это первый вариант с буквой F, стандартный классический. Цена такой марочки доходила до 8500 гривен. Ну не марочки, а листика такого. Дальше, второй вариант, это с буквой W. Вот такой листик, тоже все вы знаете, тоже цена доходила до 8500 гривен на аукционах за один такой листик. Шикарная марочка. А теперь смотрите, это властная марка. Значит делали эти марки во Львове и насколько мне известно в Киеве. Вот один из вариантов. Здесь интересно, что первое, оттенок цвета совершенно отличается от оригинала, если вы посмотрите и размеры формы, плюс номинал буква V. Все четко, под ультрафиолетом светятся вот эти вот места, то есть все реально это именно Укрпочта, не какая-то там ксерокопия. Дальше, следующий вариант марки, смотрите. Он тоже отличается по цвету, опять же, вот от этой марки. То есть совершенно другой цвет и совершенно другая здесь надпись самой марки. Сама марка, вот эта вот полосочка белая, а это купон называется. И тут гигантский купон. Вот такой блок. Тоже интересная штука. Следующий вид марки, смотрите. Здесь тоже отличается, опять же, оттенок цвета, видите, вообще другой. И он отличается от этого оттенка цвета, смотрите. Уже вот, видите, разница какая. Обалдеть. И отличаются вот эти вот сами марки. Видите, смотрите. Обалденно, а? Красота какая. Вот еще один вид. Следующий вид, смотрите. Один большой такой блок, и на нем 28 марок. Я заказал у разных людей, и мне вот пришел один такой блок, а второй пришел вот такой блок. Смотрите. Офигеть, а? Разные цвета. Представляете? Оттенки цвета совершенно разные. Все эти блоки между собой, все отличаются по оттенку цвета. По самому рисунку этой марки. Просто красота. Плюс размеры, здесь большие самые марки, там поменьше идут марки. Ну и плюс вот стандартные марки. И я, короче, вот это все буду разрывать, клеить на конверты и гасить. Вот, это все мне предстоит делать завтра. А сейчас я просто вам показал, ну и для себя заснял маленькую историю, коллекцию этих блоков. Теперь еще из интересного, вот эти сами властные марки, если у вас их еще нету, я рекомендую вам прикупить. Потому что это достаточно маленький тираж и я вам хочу сказать, достаточно редкое явление. А учитывая то, что завтра я их загашу, эти марочки, то такие все марки будут в основном не гашеные. А у меня они будут гашеные. Я думаю, мало людей сообразит завтра гасить властные марки. Как вам? Вот такая красота. Но посмотрим. Видео я открою, скорее всего, в среду, может быть, в четверг, может быть, во вторник. Не знаю, когда открою, но обязательно после понедельника. Вы посмотрите, и мы посмотрим потом на цены и что вообще будет происходить с данными властными марками. Однако коллекция очень крутая. Я вам хочу еще раз ее показать. Посмотрите, какая разница вообще. Все они отличаются между собой. Это реально круто. Коллекция просто крутая вообще, очень. И не дешевая, я вам хочу сказать. Один листик стоит в среднем от 750 до 2000 гривен за такой один листик. Вот такой порядок цен на сегодняшний день. Что будет с ценами после выхода моего видео, я не знаю. Но я вам хочу сказать, что коллекция получилась просто бомбическая. Я по одной марочке, по одной постараюсь марочке вот так вот именно оставить, именно отдельно по одной марочке себе в альбомчик сложить. Вот что-то вот в подобный какой-то альбомчик вот так сложить, именно в рядочек все разные виды именно марочек с русским кораблем. И плюс будут у меня очень интересные конверты и еще открытки и еще там много всякого-всякого, где будут лежать загашенные эти марочки. В общем, вот такая вот необычная история. Я вам показал коллекцию. Подписывайтесь на мой канал, чтобы ничего не пропустить. Ставьте лайки. Всем удачи. Пока. Пока.